Нюхай. На меня смотрит Грей. Грей, ну что такое? Нюхай. Ай, молодец, хорошо. Это Грей, мохнатый эксперт по адрологической экспертизе или экспертизе по запаху. Так уже 23 года работает Алтайский экспертно-криминалистический центр. Найти преступника по запаху – их задача. Запах каждого человека, он настолько же уникален и индивидуален, как и ДНК. То есть двух одинаково пахнущих людей не бывает. Одежда хранит запах до трех месяцев и больше. Гладкий полимерный нож пару недель, а, например, древесина с учетом наслоения крови жертвы, может хранить запах десятки лет. Основной профиль подразделения – тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. В штате четыре сотрудника и их четвероногие друзья. Сейчас восемь собак. Все породы у нас разные. И вот у нас два бордер-коли, один лабрадор у нас, два австралийца у нас, шиперка есть. Метод берет начало в кинологии. Основоположниками еще в 60-х годах стали Сулимов и Старовойтов. А к середине 90-х его превратили в экспертизу. Нюхай. Но прежде чем собаке унюхают совпадения, сотрудники экспертно-криминалистического центра проводят большую работу. Начинается все с вещественных доказательств, которые привозят в лабораторию с места преступления. Сбор запаховых следов происходит криогеновакуумным способом. Сейчас я вам расскажу на примере модельного объекта. Вот перчатки. Перчатку в банку. Для экспертизы используют сборник запаховых следов. В сборник мы помещаем стерильные салфетки хлопковые. Как раз на них будут осаждаться запаховые частицы. И при помощи хирургического отсасывателя мы извлечем отсюда воздух из данной конструкции, для того, чтобы там образовался вакуум. Банку на водяную баню эксперт заливает в сборник жидкий азот. Жидкий азот испаряется оттуда. А сколько времени? Минут 45-50. А как вы понимаете, что вот все готово? Готово. Здесь образуется белый налет. И когда он полностью испаряется, там видно, мы понимаем, что можно запах снимать. Хранят запахи до 5 лет в холодильнике при температуре минус 15-18 градусов. Они у нас расположены в определенном порядке, по годам и ждут своей очереди, когда по ним будут произведены экспертизы. А ждут они подозреваемых, у которых берут кровь. Когда у нас есть подозреваемый, от него берутся сравнительные образцы. С этих образцов мы тоже получаем запаховую пробу и исследуем ее в сравнительном ряду. Сопоставляем тождество запаховых следов из образца крови и с изъятого объекта. По словам экспертов, кровь – идеальный источник запаха, без бытовых примесей и парфюмерии. Кровь не подвержена изменению под воздействием лекарств. Сложность в том, что на каждый объект подбирают не менее 8 похожих объектов – запахов других людей, так называемых статистов. Это все запаховые пробы от лиц, заранее известных, что они не причастны к совершению преступления. Ну, как пример, рубашка. Больше времени занимает подготовка. Саму же экспертизу выполняют в течение одного дня. Вероятность ошибки очень мала – одна на 100 миллионов. Применяем не менее трех собак, которые каждая из последующих подтверждает результат проделанной работы предыдущей собаки. Только в таком случае мы даем категорическое заключение. В год Алтайский центр проводит не меньше 200 экспертиз. В России таких лабораторий всего 13. В Сибирском федеральном округе – две. Поэтому география расследуемых преступлений обширна – от Урала до Петропавловска-Камчатского. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.